всем привет и вот сегодня я решил приготовить еще одно блюдо и в отличие изменяя свои традиции вместо рыбных блюд сегодня готовлю печень вот кот пришел на запах печени ладно попросим его уйти пока вот обычное дело рыбное блюдо здесь на камеру но вот теперь решил сделать печень печень говяжий на такой кусок взял она еще не совсем разморозилась но я не буду ее размораживать принудительно в микроволновке я думаю что она уже немножко отмерзла ее можно прорезать а когда немножко подмороженное мясо или печень то нарезать легче можно делать такие кубики но более точно порционно нарезать вот собственно хочу сделать печень гриль но грели с грилем я не буду возиться это надо ехать на природу поэтому вместо гриля будет обычная духовка электрическая вот для того чтобы сделать гриль надо ее эту печень подержать в маринаде как пишут минут 40 вот такие ингредиенты для маринада у меня есть значит лимон будет будет у нас сладкий перец чеснок будет мед будет и я вот еще взял это у нас аджика абхазская грузинская или просто абхазская слушать нельзя смешивать на гарнир будут вот такие картошки и морковка и хочу сделать не знаю даже запечь ли сварить прямо в микроволновке под воздействием и свч волн вот как оказалось это гораздо быстрее получается чем ее варить тем более такая картошка вот магазинная стала не знаю чем ее пичкают ее можно варить 30 минут можно варить 40 минут она все никак не может свариться не знаю с чем это связано видимо с тем что ее подкармливают чем-то таким что она быстрее растет и дольше может храниться без определенных условий никаких других объяснений у меня нет вот но микроволны справляются и с этим не знаю насколько это полезно много было споров когда появлялись микроволновки вот что это вредно другие говорили что это нормально вот но в итоге когда уже у всех в доме микроволновки уже особо об этом никто не спорит просто они есть и есть ну что ж попробуем все это приготовить итак я уже тут устроил на столе творческий без беспорядок вернее творческий бардак вот соответственно какие ингредиенты которых я уже говорил я подготовил возьму печень для маринада половинку лимона вот зубчик чеснока болгарский перец сладкий но как видите его взял совсем немного хотя хотелось взять больше но он пока еще не сезон пока еще дорогие такие перцы поэтому чуть-чуть пусть будет для вкуса для запаха как говорится мед мед меда достаточно но его много не надо вот аджику я открыл как видите аджика очень люблю и сначала первый раз когда попробовал мне казалось что нет ничего отвратительнее этого вкуса а потом как-то постепенно подсел вот такой комбайн купил дешевый комбайн с разными насадками даже не комбайн и такая штука типа блендера с чоппером вот с такой насадкой есть еще венчик за 900 рублей дешевейший комбайн редко пользовался обычно все ножом ножом измельчал но в некоторых случаях конечно же такая штука гораздо удобнее бросил все врубил и там все в кашу измельчила буквально за секунды из трав кстати из трав из трав я взял базилик и прованские травы ну такие специи легкие неактивные ну чтобы они остались на втором фоне ну конечно черный перец туда забросим но все теперь все это смешиваю и посмотрим что тут за маринад получится только мне кажется что что мало мало будет его вот оливковое масло еще я думаю не помешает туда добавить оливковое масло тоже стало какое-то дорогое вот пол-литровую бутылку высматривал высматривал за 400 с чем-то рублей нашел самое недорогое оливковое масло а так обычно где-то 500 600 700 рублей пол-литра а то и больше ну на самом деле это видимо зависит от качества потому что я пробовал и дешевое оливковое масло и дорогое дорогой конечно но мягкая нежная а дешевый как правило горчит ну ладно тут как говорится не до жира все равно это для этого делает этот вариант лучше чем подсолнечное дальше продолжаем ну вот смотрите все я побросал сюда в чоппер порезал надеюсь не очень крупно надеюсь справится хоть чоппер маленький но должен справиться мне кажется что этого конечно маловато ну будем выходить из ситуации буду наверное разбавлять это все дело а еще сюда и добавил за то что добавил сюда немножко коньяка для вкуса я думаю в любое к любому мясному блюду вот коньяком точно никогда не не испортишь а лучше а лучше еще черный ром вот тут вообще при небольшом добавлении он дает такой аромат что черный ром всегда будет темный ром всегда будет чувствоваться вот и и к мясу он отлично подходит и к выпечке к сладким к сладкой выпечки тоже подходит как ни странно вот ну вот мне кажется темный роман более такой ароматный ну в данном случае коньяк коньяк это тоже неплохо кстати коньяк тоже и к выпечки сладкой подходит и к мясным блюдам отлично подходит вот только жалко его сюда добавлять лучше внутрь так ну что ж попробуем все это соединить в единое целое как говорится посмотрим что будет вот половинку лимона я выжал туда подругая осталась ничего пригодится вот другая половинка я думаю мне пригодится при приготовлении картошки я ее положу посерединке и она выдаст свой аромат и вкус кстати я думаю что точно хорошо что вспомнил я думаю что в эту всю кашу нужно добавить еще цедры лимона сейчас я на терке натру немножко минут ну вот натёр на терке цедру лимона говорится по усам текло в рот не попало больше улетела мимо ну и туда что-то попало на самом деле вот этот запах цедры такой активный запах цедры забил все остальные запахи ну я думаю для маринада это неплохо пусть будет он такой немножко активный чтобы он быстренько расправился с сырой сырой печенью что ж запускаем теперь этот аппарат посмотрим что будет происходить а можно и вторую ну что ж тут у какая каша все течет так интересно как это на вкус соль и забыл сейчас добавлю на вкус кстати очень приятно очень нежно свежо надо наверно перца добавить и соли ну вот все я добавил но как видно что маринада все таки маловато хотелось бы чтобы это этот кусок говядины говяжьей печени и можно было залить как-то хотя чуть-чуть добавлю я думаю чем разбавить думаю есть у меня такой вот виноградный уксус и теплой воды воды не помешает я думаю такая такое сочетание для разбавления ну что коньяком бы можно было прозвать но это вообще будет извращение теперь гораздо больше вот такое но не такой насыщенный цветом но зато все равно там кислоты хватает там лимон половинка и винный уксус и коньяк есть так что нормалек вот после нарезки печень выглядит вот таким образом уже уже аппетитно вот я думаю я каждый кусочек отобью ножиком чтобы быстрее чтобы печень быстрее впитывала маринад потому что я планирую маринаде держать не больше 40 минут так как много времени уйдет иначе ну что ж попробуем вот такая вот получилось после отбивания печенка очень даже уже аппетитно смотрит ну что ж теперь надо все это дело залить маринадом смотрите вполне достаточно по количеству сейчас еще остатки раз добавлю остатки смотрите смотрится уже неплохо я думаю полежит 40 минут как раз все впитается пропитается будет вообще вкусно потом на противень и духовку под большую температуру остатки заливаю отлично ну что ж аромат маринада прямо здесь аж с ног сбивает но не в том плане что он неприятный наоборот он пахнет сильно он такой легкий и чувствуется там и лимон где-то чувствуется и уксус винный чувствуется и паприка что самое интересное даже таком небольшом количестве измельченные вот она она как бы витает над всем этим вкусом где-то и выше и как бы его обволакивает что и дает такой пикантный и нежный я бы сказал галантный запах этому маринад ну ладно теперь прощаюсь я с печенкой говяжий на 40 минут вот теперь готовлю гарнир почистил картошку шкуру шкурку с не снимать и не буду кожуру так вычистил глазки где такие были уж явно злостные а так особенно особенно тоже не заморачивался ну смотрите картошка такая она как бы где-то выращенная не знаю на парниках или еще где-то в парниках вот выглядит отлично вот как бог как молодая картошка там и все такое вот варится долго потому что молодая я вот сам ее выкапывал из земли где наросла прямо в земле на обычном огороде молоденькую выкапываешь да там и такая прозрачная белая кожура она чистится пальцем можно чистить большим вот она легко очищается и варится также быстро вот это варится все равно очень долго видимо видимо там не обошлось без химии морковочка вот такая почистил ее и остаток лимона я его положу между картошкой пусть она даст свои ароматы туда оставшиеся все равно там сок какой-то остался и цедра уж сама по себе приятно пахнет как и говорил это все в микроволновке буду запекать может сложиться впечатление что я тут из себя повара корчу на самом деле это не так чисто чистый воды дилетантизм эта деятельность она отвлекает от работы но отработаешь вот смысле отработал день там все нервотрепка там это всякие дома как бы такие нервы там потрепали и прочего такие ненужные мысли в данный исторический момент жизни когда уже все день рабочий закончен нужно уже голову освободить от всего голову нервы нужно освободить от всего этого от всей этой шелухи которая за день накопилась вот начинаешь готовить ковыряешься вот в картошечке там у рыбки там не знаю в мясе там вот в овощах вся эта фигня и раз из головы все это вылетает и уже как говорится концу процесса особенно когда готовишь что-то такое большое длительно уже думаешь быстрее бы это все кончилось но в плане уже надоедает готовить когда длится очень долго вот но зато из головы все лишнее вылетела и уже подустал немного и уже возился с продуктами уже это все аппетит аппетит разгулялся и как бы все нормально все вот такой как бы говорится психологический оздоровительный процесс помимо того что на самом деле занятия приготовление пищи наверное одно из самых полезных на земле потому что кушать хотят все люди любого вероисповедания любых политических взглядов и молодые и старые все хотят кушать поэтому если что-то сготовил и еще кого-то угостил то как говорится сделал хорошее дело вот нарезал я картошку вот такими вот щедрыми ломтями морковку тоже крупными кружками я бы сказал цилиндрами вот на самом деле морковка вот или вареная а вот особенно микроволновки с приготовленная таким образом вот она такая на удивление вкусная получается поэтому как говорится в супе как-то она не очень а вот если попадется а вот таким образом приготовленная очень даже и хороша сладенькая такая приятная и мягкая ну то есть на самом деле по структуре я хочу все это дело довести до состоянии похожего на пюре то есть его немножко так наверное измельчу вот и лимон посредине так теперь одна картошка осталась ты размахнулся не влезла сюда но не пропадет полежит и теперь вот такой прозрачной пленкой я сейчас сделаю крышку чтобы чтобы еще было своего рода паровая баня во время приготовления ну вот все закрыл пленкой здесь и специи я добавил просто соль больше ничего не хочу добавлять в тем более в качестве специи выступит лимон вот но единственно что я забыл сейчас открою добавлю имеет смысл добавить немножко образ спрыснуть так сказать оливковым маслом это это как говорится сделает блюдо более таким тонким что ну вот спрыскиваю маслом так слегка чтобы немножко на лимон а выпекать я все это буду даже не знаю в микроволновой печи выпекать не выпекать готовить это все буду мне микроволновка на 800 ватт мощность я пробовал на самом деле 800 это много для такого способа приготовления я убираю до 480 ватт это немножко дольше но зато 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 она более равномерно готовится потому что какая опасность если например на полной мощности готовить то та картошка который посредине будет лежать и на самом низу она сгорит и прилепится к дну вот чтобы этого избежать поэтому выбираем мощность пусть готовится дольше но правильно ну раз уж пошла такая пьянка решил я сделать еще и салат ингредиентов немного мне если такие листья салатные есть один огурец но сейчас я с помощью овощечистки постараюсь сделать салата достаточном объеме чтобы это выглядело ну соответственно для салата чуть-чуть спрысну его оливковым маслом я думаю базилик туда имеет смысл немножко добавить основной салат из огурца вот хорошо когда есть на столе немножко коньяка пока готовишь можно можно немножко добавлять не то чтобы там напиться вот так по грамм 30 можно капнуть вот такой получился салат выглядит все вполне симпатично с таким с легким налетом небрежности специально так ну собственно вот как бы один огурец 3 листочка салата а получилась полная миска салата а теперь тем временем наша печень в маринаде уже отстояла 40 минут и даже больше запах действительно очень нежный мне он определенно нравится не ожидал даже что так получится не знаю видимо уже больше никакого применения для этого маринада уже не придумать ну как говорится там допекать в нем я как-то не очень хочу хотя теоретически можно прожарить а потом все это уже запечь духовке в маринаде ну не знаю посмотрим попробуем запечь именно на противне я сейчас смажу его маслом есть можно обычное подсолнечное без всяких извращений на смазку но сейчас начну смазывать и укладывать все это дело на противне ну вот все все печень разложил я на противень как видите она такая соусе в маринаде она вся такая разомлела побелела как будто бы стала еще тоньше то есть вот трогаешь ее она чем-то похожа на кусочки баклажана и по цвету и по ощущениям которые тоже уже каком-то соусе пропитан вот конечно для гриля я бы кусочки сделал бы намного толще потому что для гриля это очень тонкие куски и скорее всего на гриле весь смысл гриля в том чтобы там сок внутри образовался в таком тонком куске он просто прогорит весь и все выпарится вообще оттуда но в духовке делал другое там это не так быстро все происходит даже если поставишь большую температуру вот маринад конечно удивительное дело все всякие специи и прочие там эти и лимоны и базилик и прочее а все победил всех победил сладкий перец по запаху он просто доминирует особенно когда он постоял 40 минут то есть он уже окончательно победил все остальные запахи и стал во главе но мне это нравится потому что очень приятный запах вот в общей сложности 20 минут микроволновки на мощности примерно половина 480 смотрим пар какой пошел но она уже готова даже видно попробую ткнуть ее вилкой о мягкая прямо уж как топленое масло входит ладно это пусть пока постоит закрытая горяченькая скоро мне должны поднести сыр фета и мы тогда из него уже окончательный окончательный штрих внесем в это блюдо размельчив его превратив нечто похожее на пюре и добавим еще феты туда и немножко зелени а тем временем печенка уже в духовке так ну вот принесли сыр фета то что я и хотел достал картошку нашу немножко кинзы вот такое большое блюдо мне сейчас очень даже пригодится ну вот картошку вместе с морковкой приготовленной я все это размял не стал делать в виде пюре потому что я думаю пюре это было бы хуже чем вот такой вот вариант и так ножом порубил порубил и получилось она и так мягкая на самом деле будет почти близкая структура к пюре и вот сверху порезал сыр фета фета сыр оказался достаточно хороший то есть когда его режешь он не крошится вот ну и сам по себе вкусный и сверху кинза и на самом деле вот сочетание сыра фета плюс кинза обалденно вкусная но думаю все вместе будет еще веселее салат у меня уже готов ну наверное печень тоже я сейчас посмотрю и сниму вот и печень говяжья я специально давил ее немножко пережарил специально довел до состояния когда сверху появилась корочка такая пригоревшая на самом деле это гораздо вкуснее так потому что снизу она такая будет еще немножко в маринаде видите его достаточно много осталось не весь выпарился и снизу мясо но как бы такое не без корочки оно такое мягкое пропитанное маринадом как бы немножко такое тушеное а сверху корочка и вот один видите один кусочек уже исчез я его попробовал вкус слегка напоминает люля кебаб ну конечно с таким печеночным вкусом ну на самом деле из-за маринада такой вкус печенки достаточно грубоватый на самом деле сам по себе он оттеснен на второй план и поэтому он получается такой нежный как бы конечно печень чувствуется и люля кебаб вот все блюда возился достаточно долго но на самом деле не могу сказать что все это импровизация кое-какие блюда уже я посмотрел где-то видел были уже в голове попытки так сказать желание даже не попытки а просто было желание это все воплотить вот картошку я уже пробовал пробно две штучки так делать салат в первый раз такой делаю печень в первый раз такое дело то есть несмотря на то что было какая-то база рецептурная в остальном всем было импровизация маринада и прочее ну как говорится в джазе тоже есть стандарты на основе этих стандартов идет импровизация но что-то вроде этого ну под такое блюдо можно и бокал вина или 50 грамм коньяка больше не надо потому что все хорошее она в меру а все что сверх меры она превращается безобразие ладно всем всем кто будет кушать желаю приятного аппетита хорошего здоровья хорошей погоды всего наилучшего пока